Крюков канал является одним из старейших каналов Петербурга. Он был прорыт в 1719 году для соединения рек Фонтанки и Мойки. Несмотря на свое имя Крюков, этот канал вовсе не кривой, а напротив один из самых прямых в Петербурге. Своё название он получил по имени подрядчика Семёна Крюкова, который руководил строительством и был лично знаком с императором Петром I. Позже, уже в начале XIX века, набережные Крюкова канала были облицованы гранитом и сложился тот его облик, который мы знаем сегодня, с шестью мостами – Смежным, Староникольским, Кашиным, Торговым, Декабристов и Матвеевым, с тенистыми деревьями, растущими вдоль берегов, с фасадами роскошных особняков и скромными домиками Коломны, смотрящимися в его воды. В окрестностях Крюкова канала находится множество достопримечательностей, а место у колокольни Никольского собора, где над пересечением двух каналов протянулся Староникольский мост, считается одним из красивейших в Петербурге. Отсюда можно видеть не только золотые главы Никольского собора, но и синяя купола Троицкого храма, расположенного за фонтанкой, и темную медь величественного Исаакия. Многие поколения петербуржцев уверены, что эти места обладают особыми чарами. Неудивительно, что Крюков канал оказался запечатлен в произведениях петербургских классиков. Первым на ум, конечно же, приходит имя Федора Михайловича Достоевского. Здесь, в Тихой Коломне, встречаются, гуляют, расстаются герои его ранней повести «Белая ночь» – «Мечтатель» и «Настенька». А хрестоматийные строки Александра Блока – «Ночь», «Улица», «Фонарь», «Аптека» – по мнению ряда исследователей, изображают Новомариинскую аптеку, которая была открыта в 1910 году и находилась в доме номер 27 по Офицерской улице, ныне улица Декабристов. Иногда кажется, что различным примечательным фактом из отечественной истории становится, в буквальном смысле слова, тесно на этих берегах. К примеру, в доме номер 11 жил Василий Андреевич Жуковский, поэт, воспитатель будущего императора Александра II, автор страшных баллад, от которых читающая публика приходила в восторг. А спустя полвека в этом же доме надолго поселился великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский, автор множества замечательных песен, романцев и оперы Хованищина. Дом номер 23 принадлежал в свое время известному в Пушкинскую эпоху поэту графу Дмитрию Ивановичу Хвостову, чьи нескладные строки не раз служили мишенью для едких эпиграмм и пародий. Он был женат на племяннице генералиссимуса Александра Ивановича Суворова. В доме Хвостова Суворов умер в 1800 году, будучи сражен внезапной болезнью. В Петербург он прибыл по вызову императора Павла I, и когда к нему явился посланник императора граф Кутайсов, Суворов сказал, я готовлюсь отдать отчет Богу, а о государе я теперь и думать не хочу. Много событий происходило в этих густонаселенных местах, много лет минуло, но история Крюкова канала продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok